Всем привет, ребята! Из Дрездена, вернее, это даже уже не совсем Дрезден, это район Рады-Бойль. Я сюда приехала делать термину врача, расписание работы доктора я посмотрела в интернете. Вот то, что доктор в отпуске, к сожалению, интернет не говорит. Как раз получается, с 7 октября по 11 у доктора отпуск, так что мне придется сюда приезжать еще раз. Здесь вот, видите, адрес такой, Банхофстрассе-цвелф. Наверное, такой вид имела улица в 1928 году. Видите, какая красивая картина, причем, вероятно, что она нарисована, сделана вместе с такой вот отделкой совсем недавно. Но сделана под старину, смотрится очень красиво и интересно. Здесь вот еще одна картина, видите, вероятно, читается Халпстрассе. И, наверное, старое название, вот, короче говоря, вот так вот, 1928 год. Очень интересно смотрится, очень классно. Наверное, дом то ли реставрировали, то ли как. Ну, короче, ребят, я не знаю. У нас вернулось бабье лето. У нас опять тепло. Сегодня плюс 21. Вот, и вообще вот эти вот пальмы, сейчас подойду ближе к пальме. Тут достаточно оживленная улица, поэтому не всегда удобно снимать. Вот, ну, вот видите, прям вот пальмы, пальмы, пальмы. И вот здесь вот растет в горшке олеандр. Он уже отсветает, отсвел. Говорят, что это растение ядовитое. Вот это вот, наверное, его плоды, ребята, судя по всему. Вот еще одна пальма. Там еще дальше один олеандр. И такое ощущение, что я где-то на югах. Вот. Очень красивая часть города. Там, вот видите, вдалеке, далеко-далеко виднеется какая-то вроде как то ли башня, то ли часть. В общем, какое-то интересное строение. А мне надо перейти на другую сторону. И, в общем, оказаться вот там вот, на той улице, чтобы сесть на электричку. Вот. И поехать. Не знаю, куда я сегодня поеду. Почему? Потому что у меня сегодня выходной, сегодня вторник. Кстати, тут такой магазинчик интересный. Надо, наверное, зайти посмотреть, что здесь есть. Окей. А потом дальше я поеду. Так, ребята, обережно двері зачиняются. Наступная станция Лівобережно. Ну, это было бы в Киеве. А я не в Киеве. Я в Чехии. Сьогодні приезжала в Чехию. Взагалі-то, в принципе, був план поїхати в Польщу, в Гожелець, погуляти. Но, короче, там получилось так, что отменили транспорт. И я, сидящий в Киеве, прийняла решение, что я поеду сегодня в Чехию. Тим паче, что есть такая возможность. Так что, я первый раз в этом месте. Первый раз. Ніколи не была. Бачу, ось таку, бачите, статую цікаву. Не знаю, что она означает. Девчина с голубом, с кем-то, с какой-то птахой. Цікавая. Первое впечатление от города. Потому что там находится вокзал. Бачите, там написано Либерець, если я правильно читаю. И тут есть вказатель в направлении, что можно увидеть, если ты идешь. Сейчас я буду разбираться. У меня, в принципе, не так-то много времени. Вот, потому что треба повертаться сьогодні в Дрестен. Ну, короче, плануется такая небольшая подорож. Что будет цікаво, я вам покажу. Так, иду містом интуитивно. Хочу найти якийсь супермаркет, чи, можливо, якийсь демократичный кафе. Ну, короче, что попадется мне первым, туда и пойду. Потому что хочу что-то поедать, потому что в дорогу брала с собой лишь воду. И все. Водопад очень близко находится с Немеччиной. Ну, скажем так, это не прикордонное место. То нет, потому что мы проехали, напевно, десь зупинок 6. И тогда я потрапила лишь сюда. Но, в принципе, ну, вот, бачите, как, совсем-зовсем все недалеко находится. Я відвожу камеру, потому что люди, які идуть, я не хочу направлять на них прямо камеру. Островай, чешский, поехав. Бачите, різниця, яка с немецким. Так, ребята, зашла в торговый центр. Сейчас пойду посмотрю обувь. Ну, просто так, ради интереса. Так, это что такое-то, украшения какие-то. Мне знаете, что нравится? Мне нравится очень сильно чешский гранат. Ну, это же мчужины. Интересно, сколько сейчас стоит чешский гранат. Евро, конечно. Ладно. Может быть, попадется чешский гранат сегодня. Обувь сейчас посмотрю, ребята. Так. Цена. Ну, слушайте. Ладно, надо выключать камеру, потому что это будет долгая песня. Если что-то очень сильно понравится, то я тогда вам покажу. Натуральная кожа, ребята. А в евро сколько? 37 евро? 99. Значит, не натуральная кожа, нет. Если 37 евро, то нет. Ну, ладно. А вот это вот что такое? Нет, ребята, это ткань. Это ткань. Это ткань. Окей. До включения. Я вам так хочу сказать. Это что-то типа нашего в Германии дейчмена. По-моему, вот это вот кожаная. Все остальное мне не понравилось. Сейчас, ребята, на кожу цену посмотрю. Да, вот это вот кожаные сапожки. Ботинки такие. Сейчас посмотрим. Ну, я думаю, что где-то в районе 100 евро они будут стоить. Так. Тут у них должна быть расшифровочка. Где тут стоит кожа. Видите, значок. А цены? Цены не расшифрованы. Что ж такое? Нигде нет расшифровки цены. Цена только в чешской единице написана. Так, а ну-ка, стоп. Сейчас. А, вот, смотрите, видите. Ну, вот. 69.99 евро. Вот кожаные ботинки. Так, сейчас сумки посмотрим еще. Так, вот такие вот, как бы, больше на мою ногу. Опять. Опять цены нет. Опять цена в евро неизвестна, да? Ну, короче, плюс-минус, будем так говорить. Тоже цены нет, походу. Неудобно получается, что не везде есть цена. Сумки. Это не кожа. Нет. Это не кожа. Угу, да. 39.99 Кожаная сумка не стоит, ребята. Ну, вот, как-то так. Видите, вот где кожа, сразу цена. 69.99 Вот такие вот ботиленчики у меня когда-то были на каблучке. Изящные. Были когда-то. Мода не меняется, кстати, видите. Такие. Так, видела, ребята. По-моему, это чешский гранат. Что-то он темный какой-то. Может быть, это, конечно, не гранат, но темный камень. Скорее всего, что не гранат. Ну, вот, кстати говоря, украшения в Чехии мне нравятся намного больше. Нет, это не гранат. Это больше на оникс похож. Потому что черный камень, и он дорогой. 25.490 граната я не вижу. Гранат должен быть... Он тоже бывает темный, но не настолько. В нем нет даже вот... Нет, это не гранат, ребята. Ну, вообще, вот, в Чехии очень красивые украшения. Они больше похожи на украинские, вот как у нас ювелиры делают. Вот, а в Германии такого и близко нету, если честно. Вот, в Германии украшения из драгоценных металлов и с драгоценными камнями намного выступают вот чешским, если брать чешским. Вот, похоже на... Больше как на гранат, хотя, может быть, это тоже и не гранат. Вот, гранат разный бывает. Я не хочу заходить сейчас спрашивать. Ну, вот. Очень красивый гранат в Праге видела и в Карловых Варах. Архитектура города. Видите, да, чувствуется сразу, что это не Германия. Есть более такие, знаете, как старые постройки, либо реставрированные, возможно, восстановленные. И они соседствуют с более современными, скажем так. Хотя тоже, кто его знает, сколько лет, вот, например, вот тому серому зданию. Тоже оно по факту не новое. Вот это вот что-то более, наверное, новое. Ну, тоже относительно, я так думаю. Там вот опять едет чешский трамвай. Сейчас я его сниму во всей красе. Ну, симпатичный, правда. Ну, какой интересный. Похож, кстати, на киевский трамвай. Мне так кажется. Вот. Это салон, что ли, ногтевой. Я уже вышла с этого торгового центра. Так, значит, у меня сегодня, ребята, скажем так, первое знакомство с городом. Вот. Далеко я сегодня не попаду. Почему? Потому что нужно возвращаться в Дрезден. Здесь вот еще, видите, цветут такие красивенные георгины. Они низкорослые. Вот. Их тут достаточно много. И, кстати говоря, они еще даже собираются, наверное, зацветать. Если позволит, конечно, погода. Вот. Видите? Отцветают. Будут, наверное, зацветать. Да, вот будут зацветать. Я так понимаю. Я посмотрела в интернете. О, их тут так много. Смотрите. И они все низкорослые. Очень похожи на георгину. Очень похожи. И очень красивые. Вот. Смотрите, какие красивые георгины. По листьям, по цветам. Да, это георгина. Вот. Поэтому, к сожалению, у меня сегодня много времени нет. Нужно приезжать раньше. И нужно, чтобы было больше, конечно, времени. Можно найти ратушу городскую. Можно поискать еще какие-то достопримечательности. Я посмотрела в интернете, что здесь есть канатная дорога. Что здесь есть зоопарк. Ну, зоопарк меня не сильно интересует. Что здесь есть. Что еще здесь есть такое интересное. Зоопарк канатная дорога. Ботанический сад. Причем, я так понимаю, что часть ботанического сада закрытая. То, что я видела на фотографиях. Вот. А так, в принципе, очень скоро мне придется возвращаться на вокзал. Потому что там будет стартовать прямой поезд. Который довезет меня прямо в Дрезден. Ну, и разгуливаться у меня особо времени нет. Хотя, очень бы хотелось куда-то прогуляться в ту сторону. Мне кажется, там было бы интересно. Ну, вот как-то так, ребята. Надо будет... А, и... Ческий гранат есть в Либерце. Но дело все в том, что отсюда далековато. Что-то около километра идти я не успею, скорее всего. Смотрите, какой малюсенький трамвайчик поехал. Вот. Есть Лидл, кстати. Вот. Ну, как без него, да. И знаете, что еще смотрела? Что этот город... Во-первых, здесь население 100 тысяч. На сегодняшний день плюс-минус, да. Город начинал развиваться и строился как ремесленный город. Вот. И в старом городе, вот тогда, в прошлом, да, было очень много домов, которые были по архитектуре похожи на немецкие дома. Ну, сейчас я их, к сожалению, уже не увидела. И архитектура совершенно другая, отличная, нежели в Германии. Вот, видите? Ну, в Германии тоже, в принципе, можно в том, что Дрездене встретить современную архитектуру. Но, тем не менее, все равно это уже по-другому как-то смотрится. Вот. Ну, может быть, я чуть-чуть туда пройду, конечно. Ну, не знаю. У них же все время тянет куда-то налево. Вот. Ладно. Придется как-нибудь пройти чуть-чуть. Сейчас вот нашла лавку. Написано Gold Style. Ребята, может быть, здесь есть чешский грамот? Не знаю. Зайду, спрошу. Походу, здесь золото. Ну, если мне повезет, я узнаю цену. Хотя, не знаю. Но, видите, вот как сразу бросается в глаза, да, кто живет в Германии, кто видел в Германии украшения. Сразу, видите, сразу видно, что это не немецкие украшения. Я надеюсь, это не бижутерия. Даже если это бижутерия, но по цене, по цене, по цене, по цене. Так, ладно, надо зайти вовнутрь. Так, в магазине попросили не снимать. Смотрела одни сережки, ребята. Ну, так. Чтобы они мне сильно понравились, то нет. Просто прикинула, да. 669 евро стоит. Такая цена. Ну, это не то, чтобы я хотела, например. Ну, вот, видите, тут поинтереснее немножко. Архитектура началась. Узенькие улицы, да. Чем-то уже как-то. Даже Прагу напоминают. Отдаленно. Короче говоря, много гуляющего народа, естественно. Хотя день нерабочий. Вторник все-таки. Почему не разрешили снимать в магазине, не знаю. Не имею понятия. Спросили, на каком языке говоришь. Ну, то есть я начала на немецком говорить. Вот. Типа, Deutsch, English. Я сказала Deutsch. Естественно. И, короче говоря, разговаривали на немецком. Ну, так. Что вот такие вот дела, ребята. Видите? Интересно получается. Ну, это так. Это совсем-совсем чуть-чуть. Совсем-совсем немножко. Вот. Чтобы иметь хоть какое-то представление о городе, где я сейчас первый раз нахожусь. Заметки путешественницы. Ребята, я таки дошла, наверное, до самого красивого. В центр города попала. Вот, видите? Я так понимаю, что это самый-самый центр города. Это, скорее всего, что-то городская ратуша. Ну, иначе по-другому это... Красивое здание невозможно назвать. Обалденная, правда? Вот. Опять же, вот, ну, больше напоминает Прагу, конечно же, естественно. Это, наверное, центральная площадь города. Вот. Сюда все, наверное, сходятся, стремятся, скорее всего. Ну, я так думаю, что это именно оно. И, естественно, что-то зона пешеходная. Вот. Так что я попала в центр Либерца. Либерец. Город правильно называется. Либерец. Я прошу прощения. Вот. Как-то так. Фонтанчик тут такой вот. Видите? Сейчас надо подойти поближе. Расторан. Вот. Сейчас мы рассмотрим поближе это здание с вами. Так. Та-дам. Шпили-вили чешские. Да. Это шпили-вили, ребята. Это вот фонтан. Бог морей, что ли? Все. Фонтан видели. Центр видели. Фонарь видели. Можно уходить. И прекращать съемку. Все. Всем пиздан. Чус. Побачимось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова